Добрый день! Очень интересный, на мой взгляд, блог, важный, но история такая не очень лицеприятная. Рассказываю. Одно прекрасное утро. Мне нужно было проехать по дороге. И предположим, что вот здесь вот эта книга – это пекарня. Там продают булочки, пирожки, завтраки. И многие, кто живут в нашем райончике, проезжают мимо этой пекарни и заскакивают туда, чтобы купить пирожок, в дорогу. Теперь так. Рядом с пекарней есть дорога. И она заставлена, значит, здесь припаркованы машины. Вот смотрите, вот здесь стоят припаркованные машины, здесь стоят припаркованные машины. Все занято, как бы, да? Вдруг, значит, я заворачиваю, поворачиваю отсюда. И смотрю, что стоит микроавтобус. Вот здесь стоит микроавтобус. И все, я теперь не могу ни припарковаться никуда. Не проехать дальше. Причем здесь вот есть свободное место, можно припарковаться. Здесь, да, тоже есть свободное место, можно припарковаться. Но вот меня поражает, я в эту секунду вообще не понимаю, что делать. Вот этот водитель микроавтобуса просто бросается в микроавтобус, как он есть, с открытой дверью. И выскакивает в пекарню. То моя реакция, я подъезжаю, думаю, гудеть ему, сигналить, не сигналить. Жду где-то минуту, спокойно. Через минуту начинаю сигналить, потому что, кто сказал, что насквозно. Вот он выходит, у него в руках пакетик с пирожками. Он садится за руль. И, так сказать, легким движением профессионального водителя, еще не закрыв дверь, отъезжает и освобождает проезд. Ну, и мне тоже нужно припарковаться, мне тоже нужно в эту же пекарню, я паркую здесь, захожу к хозяину пекарни, говорю, слушай, сейчас у тебя был тут водитель микроавтобуса. Я не знаю, но мне кажется, это в следующий раз, когда он тебе подъедет, ты ему скажешь, что не нужно загораживать дорогу людям. Можно припарковаться. Что это за манеры такие? Хозяин пекарни говорит, да нет, он всегда так делает. Всегда так делает. Ему сколько ни говори, он не слушается. Я говорю, ну знаешь, скажи ему, может, что просто как бы по закону Тора нельзя так делать. Просто-напросто ворует у нас у всех эту дорогу. И, значит, я покупаю то, что мне нужно на завтрак, выхожу из пекарни и смотрю, этот водитель микроавтобуса стоит здесь. И уже чего-то ждет, то ли своих каких-то пассажиров, он уже станет здесь, ждет. Я к нему подхожу и решил ему вежливо сказать. Я ему говорю, знаешь, извини, дорогой, но мне кажется, что в этой ситуации ты был неправ. Я по максимуму вежливо стараюсь на него не повышать голос, чтобы действительно он воспринял, как написано в Аллахе, что если ты хочешь кого-то увещевать, нужно разговаривать с ним так, чтобы он тебя мог воспринять. Человек, он абсолютно нерелигиозный, судя по виду. Но все равно я говорю ему какими-то понятиями, которые понятны не только религиозному человеку. Это логично предположить и с точки зрения просто обычной житейской логики, что не можешь останавливать машину посреди дороги так, чтобы люди не могли проехать. Для этого не нужно быть очень сильно религиозным человеком, чтобы понимать, что ты украл дорогу у всех людей, которые по ней едут. Это ни в какие ворота человеческой логики не влезает, так сказать, как бы такое поведение. Говорит мне этот водитель, я ему говорю так, я ему говорю по понятиями, которые ты понимаешь, говорю, у тебя есть закон, ты не имеешь права оставить машину. Говорит, да я же на одну минуточку. Я же на минуточку заскочил. Я, говорит, без сдачи положил деньги в пекарню, положил там себе три пирожка, выскочил, я минуту, сколько ты меня ждал? Минута. Говорит, что это такое? Я говорю, согласен, я тебя ждал всего минуту. Но в этот момент, даже на минуту ты не можешь украсть эту дорогу. А о чем ты думаешь? Я ему это не стал говорить, но о чем он думает? Ему припарковаться, это минута времени, он же профессиональный водитель, припарковаться и пройти еще там 10 метров больше, 20 метров больше. Потом нужно будет отъезжать с парковки, еще минута, да? Ему его утруждение важно, он их принимает во внимание. А то, что я здесь буду минуту стоять? Что тебе на меня потратить минуту? Окей? А что тебе на меня потратить минуту? Но разница между мной и тобой очень простая. Я не нарушаю, когда я еду по этой дороге. А ты забрал у меня дорогу. И в данной ситуации ты должен подумать обо мне, а не я должен подумать о тебе. Кто должен на кого обратить внимание? Ты на всех нас, которые едут по этой дороге? Или мы на тебя, которому тяжело припарковаться? Теперь он мне говорит так. Ну, у меня же тоже, говорит, есть Дин, говорит. У меня, говорит, он как бы типа разговаривается, ну, и моими понятиями. У меня есть закон, я должен обязательно покушать, он говорит. Мне нельзя терпеть голод. И у тебя, говорит, есть закон, чтобы я покушал, чтобы я был сыт. Потому что иначе у меня язва, я, говорит, не могу, так сказать, не покушать. Откуда ты, говорит, ты знаешь, ты мне, говорит, делаешь замечание? Откуда ты знаешь, что я не должен быстро поесть? В этот момент я понял, что не с кем разговариваю. Я говорю, окей. Даже если тебе нужно поесть, ты можешь попрыговаться и пройти 10 метров. Ну, мы с ним вежливо распрощались. Поскольку я разговаривал в таком тоне, говоря грубым языком, не наезжая на него, то мы остались в хороших отношениях, разошлись. Но я был просто поражен. Я прекрасно понимаю, что человек может быть голоден. Он хочет купить себе поесть. Ему действительно лень прарковаться, распарковываться. Это действительно, могу понять. Но когда он до такой степени упирается, до такой степени нужно не воспринимать вообще других людей и видеть себя только центром мира, а все остальные вокруг тебя это никто, чтобы так рассуждать. О чем идет речь? Припаркуйся 10 метров отсюда. Припаркуйся 20 метров оттуда. Пройди в эту же пекарню, купи. Я распаркуйся, ты профессиональный водитель. Нет, мне удобней. Потом он приехал и ждал на парковке своих пассажиров еще какое-то время. Это все нормально. Это было буквально через 10 минут, 5 минут. Он все равно приехал и припарковался. До какой степени нужно не воспринимать весь мир, а считать себя центром мира, чтобы так себя вести? И вот эта вот вещь, это мы должны знать, что это как бы против Торы в самой ее сути. То есть вот это вот я, центр Вселенной, и пусть все вокруг меня мне подчиняются, это причина нарушения очень многих аллахот, от законов между человеком и его товарищем. Человек такой спокойно останавливается на дороге и мешает другим проехать. Такой человек спокойно строится без разрешения соседей и тем самым загораживает им тень, воздух, свет и так далее. Такой человек совершенно спокойно может обойти другого в какой-то сделке, хотя ему это не полагается. Все, что касается другого человека, его не интересует. И он не залазит ко мне руку с рукой в карман, вытаскивает у меня как вор-щипач, да, карманник. Нет, нет, нет. Он мне в карман руку не интересует. Но его отношение к другому человеку, я центр. Меня интересуют только мои желания. Это против Торы. Это против Торы. Тора требует от нас наоборот. Тора требует от нас отношения к другому человеку. Нужно учитывать интересы другого человека. Да, иногда твои интересы, они выше интересов другого человека. Есть такие ситуации. Но если человек не понимает, в принципе, что такие ситуации возможны, что интересы других людей выше его интересов, такой человек не может быть просто нормальной частью общества. Я не знаю, как живет этот человек, этот водитель. Но я практически уверен, что он неблагополучная у него семья. Потому что человек, который до такой степени не видит другого человека, он не сможет увидеть ни свою жену, ни своих детей, ни своих родственников. Потому что человек, который воспринимает только себя, не понимает, как он может быть у него, я не знаю, я просто предполагаю. В общем, вот такая вот вещь, такая зарисовка жизненная, мне кажется, она очень такая яркая, как Ким не нужно быть. И хотя я желаю этому водителю, чтобы у него все было хорошо в жизни, и чтобы он, так сказать, как бы сделал чува, искреннее раскаяние, да? И понял, что жить нужно по-другому. Но как бы этот пример, это яркий пример того, как не нужно жить по Торе. Большое спасибо.